вот по навальному в коме находится друзья и каждый день комы это смерти опасно сами понимаете ну надеюсь в принципе есть случае у меня родственник родственница тоже 15 дней пролежал из-за почек бывает из-за диабета лежат люди ну и вот отравили сто процентов то есть нельзя его приговаривать у него не отек мозга что я думаю что он все-таки выйдет но ситуация катастрофичная то есть 50 на 50 то есть мы можем потерять одного из виднейших деятелей российской оппозиции это будет огромнейший урон что и следовало ожидать я всегда говорил что навального либо посадят либо устранят перед катаклизмом ну-ка катаклизмом осенью видимо россия предвидит ну аналитики что путинский что возможно крах рубля там нефти опять революционная ситуация и нужно убрать лидеров поэтому надо быть осторожнее это кстати нас с вами тоже касается я думаю я думаю что немцы на на навального откачают потому что раз попал туда живым то уже перспективы очень хорошие на раз живым попал потому что ну как вы помните скрипали новичком почивали да и он попал в живым в бок клинику в английскую его вылечили ну чем там ясера арафата почивали сейчас говорят полония мне ясно да но французы его вылечили но мы знаем что так чет повисло у меня все иван узнаем что с один из разработчиков новичка свое время до цапнул тоже дозу нормальную и тоже попал живым в российскую клинику даже в российской клинике вылечили поэтому не шанс очень большой то есть немцы я думаю конечно на очень высоком уровне держит медицину а тем более токсикологию так что я думаю справиться с этой задачей тем более что навальный достаточно здоровый человек так что помолимся пожелаем ему здоровья пожелаем здоровья немецким врачам и уникальная совершенно ситуация чтобы вылечить человека любого человека его надо ввести из россии куда-то помните как девочка которая просила инвалидную коляску у путина ей дали инвалидную коляску кадыров еще одну подарил то есть дали две инвалидных коляски а немцы просто забрали ее за три на три дня туда в германию и вылечили в клинике и она до 15 лет не ходила в россии тут она встала и пошла представляете то есть не нужна не коляска от кадырова не коляска от путина а нужна нормальная медицина не ну не нужны эти милостинки ну нужна нормальная медицина нужна нормальная страна нужна нормальная жизнь пишет почему вячеслава не пригласят консультанты вы забудьте вообще о том что мальцева куда-то могут пригласить понимаете мы можем пробить с вами дорогу только только сами никто нам не может в этом помочь ни бог ни царь и ни герой почему потому что мальцев от народа действует от имени народа и все мои чаяния это принести благо народу не какой-то социальной группе не каком-то конкретному лицу да или там каким-то лицам не какой-то национальности а народу и конечно это страшно для многих представьте себе как реагируют всякие чубайсы юценики шендерович и вот не к ночи будет помянут да и прочее конечно они в ужасе муратовы там и прочее 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 так что да даже на это не рассчитывать мы мальцев может быть консультантом только у мальцева все другого варианта нет и быть не может и и и и и и и и и